10 человек умерли в Оренбурге после отравления спиртом, опять китайский спирт наверняка И вот вы знаете, у меня такое ощущение, сейчас весь спирт китайский, в том числе и тот, которым травятся, и тот, который разливают на ликер-водочных заводах Вот у меня такое ощущение, что этот спирт, которым отравились, ну чуть-чуть позабористее и все А там такой же, только там сразу с ликерки не травятся, я имею ввиду за один раз Ну тоже я думаю, что китайцы ядом торгуют Сейчас это возможно И московские исследователи проверяют информацию СМИ о получении травм двухлетней девочкой на батутном центре в Дмитровском шоссе То есть там яма с поролоном, стандартная такая, в которой всегда дети получают травмы И ничего не изменилось, все то же самое Кроме всего прочего, сейчас информацию скинули по поводу детских площадок, которые Единая Россия ремонтировала Вот в Самаре отремонтировали детскую площадку, еще где-то по 127 миллионов рублей потратили Но там все разваливается и очень опасно А вот под Орлом, в поселке под Орлом, поселок Красная Звезда, к выборам привезли детскую площадку Так, сейчас, куда я делал-то, господи, хотел показать вам эту детскую площадку, которую привезли к выборам Ну так и не распаковали, выборы прошли Думают, ну а нафиг она нужна, эта детская площадка К выбору-то уж прошли, и все Помните, как в Амаркорде, когда слепой там играет На баяне, и дождь пошел, он ногами топает, чтобы его увели, и орет К нему мальчик подбежал, а дождь кончил Сиди, играй, дождь уже кончился Так вот и здесь абсолютно то же самое То есть выборы-то кончились уже, какая-нибудь нахер детская площадка И вот все, что привезли, просто разбросали там В таком виде валяется, решили, что устанавливать это бессмысленно И вот в Ямал-Ненецком автономном округе, село Антипаюта Там незакрепленные качели, ну наверное такие же привезли нахер К выборам качели, убили сегодня ребенка То есть пятилетняя девочка решила покачаться на качелях А они незакреплены, также были просто брошены Упали и убили ребенка Стандартная такая смерть в России от турников там всяких Детских площадок, футбольных ворот, заборов там и так далее Качелей, горок В общем стандартная смерть Такая как на войне, как на минном поле Мальчик упал с 13 этажа Двухлетний разбился насмерть В Подмосковье это произошло В Краснознаменске На улице генерала Шлыкова То есть продолжается падение детей из окон Ничего не меняется Никто не хочет этому препятствовать Никто не хочет распространять информацию Даже сами граждане Листовки мы пытались публиковать Граждане их срывают эти листовки То есть они не хотят Хотят, чтобы дети падали Жуть Падали, хотят, чтобы дети падали В Якутске при пожаре погибли женщины и двое детей Стандартная ситуация Каждый день одно и то же Деревянный дом Горит Гибнут дети Взрослые иногда Иногда не гибнут Дети гибнут постоянно 15-20 года рождения Два ребеночка И 33-летняя женщина Жуть Просто жуть Я говорю Стоит эту копеечку Вот эта гнида Воу, Путин Могла бы копеечку какую-то сраную На это выделить Ну и расхитили бы его же люди Там Сколько бы это стоило Провести окне биозащиту Я всегда привожу пример Вот эта вот гнида Воу Жил в старом доме В том доме, который пережил еще Налеты Второй мировой войны Вот во всех этих старых домах Все перекрытия Деревянные они были Они были специальным раствором Обработаны Вот такой толстый слой Белый Какой-то ерунды То есть Когда Комитет обороны Ленинграда Заседал Они Приняли решение Найти средства Для того Чтобы произвести Огнезащиту Всех деревянных конструкций Так как они видели Как сгорела Варшава Как свечка Варшава сгорела Они понимали Что в Ленинграде Огромное количество Домов Где деревянные стропила Немцы кидают Зажигательные бомбы Маленькие Дежурство Это хорошо Щипцы хорошо Очки хорошо Бочки с водой Хорошо Но Это не должно гореть Просто Несгораемо должно быть И получили Каким-то химикам Они Отходы производства Нашли Я уже не помню Даже какие На каком заводе Нашли Отходы производства И за три дня Покрасили Весь этот Ленинград Этими отходами Производства И ничего не горело Брались в щепку Отколопывали Поджигали Она не горит Потому что Таким образом Проводилась Огнезащита И вот Я не понимаю Почему же эти люди Которые в этом Ленинграде И жили Которые в этих же Домах жили Не могут Выделить Какие-то средства Которые Причем Вернутся К ним В любом случае Да Чтобы Уберечь От гибели Людей Не знаю В Красноярске На улице Шахтеров Взорвалось Вот под землей Говорят Это взорвался Этот Трансформатор Вот фотография Я видео Не мог взять Не грузилось Оно Почему Вот видите Как рванулась Под землей Так вот Идешь Идешь Куда-нибудь Встанешь А там У тебя Под ногами Такой взрыв И туда Улетишь Рогозин Запишет Себе Галочку Скажет Космос Заслали Еще одного Фильм Снимать В больнице Мурманска Пациента Обворовали Перед смертью Прикольно Да Ну я думаю Что ему уже Пофигу Но родственников Наверное нет Сотрудник Медучреждения Взял у пожилого Мужчины Мобильник Цепочку Документы Там И так Далее Ну скажешь Мертвому Все равно Не надо А тут Пригодится В саках В озеро Сливают Нечистоты Ну а не Дальше Думают Я Такая Красивая Красивая Любовь Если С французского Переводить Бель Амор Красивая Любовь 18 Папирос То есть Нормально Так С 25 Упали До 18 До 18 Продолжение следует...